Да, угрозы в наш адрес, в адрес наших семей были, были неоднократны. То есть все сотрудники отдают себе отчет, что самое больное место у каждого из нас – это наши семьи, наши родственники. В связи с этим, ну и само отношение государства, которое по большому счету нас просто предало и продало, вот в связи с этим. Вы все слышали, наверное, официальные заявления на нынешний день, так скажем, официальных лиц, представляющих власть Киева, которые угрожают нам и уголовным преследованием, и иллюстрацией, то есть они обо всем этом говорят в открытую, ну вот, разумеется, реакция. Как вас называют? Ни в коем мере, в частности, за себя лично, за свое подразделение. Я, ну пусть это будет громко сказано, я перед Богом и людьми готов поклясться, что ни я, ни один из сотрудников моего подразделения не применял ни вот этих расписанных пыток к задержанным, не избивал чрезмерно митингующих, протестующих. В частности, от первого до последнего дня за все три месяца, которые я находился в командировке, вот как нам говорят, я ни разу не снимал ни звезд с погонов, ни надевал маску, потому что я с первого дня сказал, мне бояться нечего, я никаких преступлений не совершаю. И все вот эти наговоры на нас, это полнейший бред. Ну, насколько я знаю, сейчас назначен исполняющий обязанности начальника главного управления МВД в Автономной Республике Крым. А, выставлено? То есть мы, пока наш народ, вы видите ли, что происходит у нас под подразделением по городу, народ просит защиты, поэтому мы, естественно, будем защищать наш народ и стоять на страже интересов народа. Уже открыто и достаточно массовое применение оружия по сотрудникам началось днем, в том, если мне память не изменяет, в 2018 году у нас было, когда проводилась так называемая мирная акция по блокированию Верховной Рады. С нескольких направлений к Верховной Раде собирались мирные манифестанты, вооруженные до зубов со средствами защиты, первые, первые, одно из первых действий, которые они совершили, опять же, эти мирные протестующие, это захват техники бойцов внутренних войск, которые стояли в первой линии блокированы, попытка, опять же, продавить строй одним из грузовиков, то, что вы видели там, происходило там с трактором на Банковой, примерно то же самое пробовали повторить и у нас, в частности, на перекрестке Крушевского-Крепостной. В сторону от улицы, где мы непосредственно стояли, это уже территория Мариинского парка, постепенно накапливались туда активные боевики, не буду уже, наверное, другое слово подбирать для них, и первое применение оружия уже началось по нам там. Это, опять же, и использование огнестрельного, травматического оружия, у нас уже тогда появились первые ранены, в результате нам пришлось попытаться отогнать хотя бы на определенное расстояние от себя, таких активных. Ну и в результате всех этих движений, даже в нашем подразделении, вот один из офицеров моей роты получил два полевых ранения в ногу, бедро и в голень. Травматическое оружие, вот Андрей здесь присутствует, он получил ранение из травматического оружия, пули мы извлекали. Вот в это же время погиб наш сотрудник, умер он практически у меня на руках. С какой стороны стреляли, все мы прекрасно видели, то есть мы можем определить направление, откуда стреляют. Вот тогда же был ранен, смертельно ранен наш сотрудник, но спасти уже не удалось. Ну и прошу, я не, в принципе, это не в укору вам, не в укор вам, а просто для меня это очень, очень тяжело было перенести. Когда он умер, я находился рядом с машиной скорой помощи, которые пытались реанимировать его. Чуть ниже, возле жертвенного дворца, находилась съемочная группа телеканала «Украина», одного из центральных государственных, которые ввели прямой репортаж. Я обратился к ним, несмотря на то, что вроде бы как и не рекомендовано было там вступать, давать интервью, показывать все остальное. Я обратился к ним, чтобы они в прямом эфире показали, кого же действительно убивают, с чьей стороны стреляют, чьи люди гибнут. Но съемочная группа, честная журналистка, не то чтобы не подошли, они даже никак не прореагировали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!